Здравствуйте! Эфир Первого Ярославского продолжает проект в тему студии Людмила Ярец. На территории Ярославской области зарегистрировано более двух тысяч некоммерческих организаций, значительная часть которых действует на территории Ярославля. Они охватывают практически все сферы деятельности и категории граждан. И сегодня мы поговорим о социально ориентированной организации, направленной на людей золотого возраста. С гостем студии, руководителем информационно-образовательного центра для пожилых людей «Золотой возраст» Общество знания Тамарой Витальевной Егоровой. Тамара Витальевна, здравствуйте! Здравствуйте! Ваш клуб «Золотой возраст» — это большая находка для тех людей, которые, несмотря на возраст, хотят продолжать учиться. Расскажите же, пожалуйста, нам об этом клубе, об его истории и о том, что сейчас в нем происходит. У нас Народный университет для пожилых вообще-то. Мы называемся Народный университет для пожилых. Нам уже, возраст у нас очень уже хороший. Нам будет в этом году, в декабре месяце, 17 лет. И через нас прошло очень много людей, в основном интеллигенция города, которые не хотят прерывать свои, вернее всего, получать знания. А так как это знания наше, Ярославское областное общество знания, до сих пор знания мы несем людям. И вот такой очень хороший у нас контингент людей, которые, в общем-то, к нам ходят. Трудно было начинать, сложно было 17 лет назад, потому что люди не понимали, что это такое, для чего они будут учиться и как будут учиться. Но когда пошли уже первые занятия, в декабре мы, 1 декабря, посадили первую группочку, и занятия начались в психологии личности, психология, это, ну, раньше ведь мы проходили это все в институте, как-то сдавали, а сейчас она настолько глубокая и интересная. И вы знаете, конечно, после этих занятий, читала Сековина Наталья Борисовна, Киселева, Татьяна Геннадьевна, читали вот такие у нас асы, визитные карточки нашего центра. И после этого здоровье и без лекарств и так далее, люди стали потягиваться. О настоящем, вот тогда, да, было сложно собрать, а вот сейчас сколько человек насчитывается в вашем сообществе? Вот тогда это проходило очень много у нас, где-то около 300 человек даже в неделю было у нас, потому что группа за группой шли. И где-то, ну, вот в неделю-то 150 проходит у нас человек. А если говорить о возрасте, то сколько, может быть, самому младшему и самому старшему? А самые младшие, это вот только уходят на пенсию, узнают, Сарафана Радио сработала, узнают о нас. И идут, это 55 лет и, ну, чуть повыше. А самым таким взрослым, как я говорю, взрослым людям, у нас, значит, 87 лет есть, 86-87. Они уже ходят где-то 14-15 лет, они уже ни себя не представляют без нашего центра. Если говорить о центре и о специалистах, которые работают в нем, и о занятиях, конечно же, для людей золотого возраста. Это и семейная психология, это и культура эмоций, это этого глава угла. Здоровье обязательно, здоровье без лекарств. Здоровье, это долголетие наше. Тоже очень интересное занятие. А педагоги у нас очень-очень интересные. Они не урокодатели, а именно вот с душой работают. И находим, находим, и к нам просто притягиваются эти педагоги. И я очень рада, что они тоже и нас находят, и мы их находим. Но самое-то главное еще у нас свои педагоги, это те, которые наши студенты. И они просто предложили свои услуги. И нежданно-негаданно у нас оказывается очень большой спрос на рисование из-за студии. Вы знаете, занимается около 80 человек, занимается. И возраст совершенно разный. Я слышала о вашем интересном путешествии в Толгу. Может быть, расскажете о нем поподробнее? Да, вот те, кто к нам ходят, тоже случайно ничего не бывает. Мы приехали туда на экскурсию. Мать Марагда очень хорошо все нам рассказала. Хотя мы уже были подготовлены, когда поехали туда, немножко информацию собрали. И мы как волонтеры там работаем. И сейчас уже четкое расписание у нас. Каждый четверг в 8.30 мы отъезжаем на Толгу. И работаем там в 3-4, приезжаем домой. Это прекрасно просто. И люди себя нашли. И мы очень рады, что мы оказываем большую-большую помощь. Ну, а если говорить уже о будущем, какие есть планы? Есть ли они? Ой, планы очень большие. Мы тут... У нас сейчас помещение очень хорошее. Большое помещение. Два класса у нас. Шесть групп из-за студии. Четыре группы английского языка. Даже английский изучают наши студенты. Опять мы сейчас подключаем и Центр медицинской профилактики. Мы с ними контактим. Сейчас опять в прошлом году они нам читали очень хорошее тоже занятие, проходили. Дальше, значит, сейчас очень тоже задумка. У нас четыре книги издали. Мы люди и судьбы. Очень интересно. Наши, значит, слушатели писали о себе, о своих друзьях. Это же прекрасно просто. Сейчас опять мы хотим это возобновить, потому что очень интересные рассказы наших слушателей, наших студентов. Мы контактим очень хорошо. И с Демидовским университетом, кафедром психологии, у нас и семейная психология, и они очень хорошо читают. И как поддержать ум свою активность. Это в прошлом году вот мы начали. И дальше мы будем продолжать, потому что это востребовано, это нужно для наших людей. Спасибо большое. Спасибо. У нас в гостях была Тамара Витальевна Егорова, руководителем информационно-образовательного центра для пожилых людей «Золотой возраст. Общество знания». В студии работала Людмила Яриц. Оставайтесь вместе с Первым Ярославским. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова